Аппаратное совещание губернатора Сергея Морозова началось с приятной вести для муниципальных образований. В районной области до конца года будет направлен 1,2 млрд рублей. Более 550 млн рублей мы направим на исполнение указов президента и на повышение заработной платы, и в целом на оплату труда. Еще 421,5 млн рублей мы направим на меры социальной поддержки и на выполнение наших законов, в том числе закон о ветеранах труда и ряд других. Значительные средства будут задействованы для того, чтобы руководители муниципалитетов смогли рассчитаться с долгами за поставленный газ и другие ресурсы. Кроме того, губернатор дал поручение принять меры для того, чтобы впредь не возникало проблем с долгами. Этот вопрос возникает из года в год и отравляет жизнь как областному центру, так и районной власти. Еще одно поручение губернатора руководителям муниципалитетов было связано с цифровизацией и внедрением информатизации в управление. В этой связи глава региона уделил внимание развитию еще пока малопривычного вида спорта – компьютерному. Давайте поучаствуем в той революции в образовании, которая сейчас в мире набирает оборот. Я веду разговор о том, что в ряде стран мира стали создаваться специализированные классы в каждой школе, в каждом вузе. Значит, стали создаваться условия не для развлечения, а для обучения. В ближайшее время могут появиться такие классы, где будут готовить настоящих киберспортсменов. Затронул губернатор и вопросы государственного управления. О том, что у чиновников сократят автопарк, говорилось уже на прошлой аппаратке. В этот раз губернатор требовал уже конкретных решений. Тем более, что одним этим экономия на администрации не закончится. Введут жесткие нормативы по размерам кабинетов представителей исполнительной власти региона. Установить при размещении исполнительных органов в государственной власти Ульяновской области и областных учреждений предельный размер площади под административную цель. 6 квадратных метров кабинетной площади на одного работника, 30 квадратных метров на руководителя и 20 квадратных метров на заместителя руководителя. Всего же, как отметил губернатор, затраты на содержание бюрократического аппарата в следующем году должны сократиться еще на 10%. А вот финансовая поддержка экономических инициатив граждан, наоборот, должна только увеличиваться. Резкую критику губернатор вызвал недостаточное финансирование программы помощи подсобным личным хозяйством и самозанятости населения. Корсунский район единственный из всех районов Ульяновской области, в котором на реализацию этой программы не заложили ни копейки, просто вот ни копейки средств. Как собрались поддерживать личное подсобное хозяйство? Учить их работать, что ли? Картошку копать? Да они и без вас, Владимир Борисович, знают. И без вашей, так сказать, замечательной команды знают, что и как нужно делать. Еще одна критическая тема – подготовка к новогодним праздникам. Губернатор высказал недовольтворенность тем, как угощаются населенные пункты. Что нам-то мешает с вами создать это настроение? Или вы считаете о том, что новогодние праздники – это 29, 30, 31 число, а числа 2, 3 надо елку разбирать и быстренько заканчивать с этим? Что мешает создать настроение? Ничего не мешает. Олень матушку мешает. Губернатор поручил держать его ежедневно в курсе дел, как проходит подготовка к новогодним праздникам. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.